И опять с грибами. Смотрите, вот уже первый заход. Мы только зашли. Сейчас, правда, уже время такое вечернее. Но Вика вот раз-два уже нашла. И я свой подосиновик тоже нашла. Видите, мы в каких лугах гуляем. Смотрите, какой молоденький. У нас уже очень сухо достаточно. Дождей давно не было. Но, тем не менее, мы не теряем надежду на утренние туманы. И как таковой, смотрите, наши старания вознаграждаются. Смотри, какой белоножковый. Вот он какой. Ну, доставай свой. Сейчас мы тут поляночку эту при свете дня еще прошерстим. А у тебя такой он уже взросленький. Ну да, показывай. Он тоже хорошенький еще. Ну, неплохой, да. Потом еще он молоденький. Ну, покажешь. Где ты там второй нашла-то? Второй, тройки. Классно. Это у нас он на ложе. Видно, что коток вырос. Ну да, вот, хорошенький. Это у тебя там еще в ведре, да, беленький лежит. С серой формы. И у меня парочка попалась. О, Вика, какой я нашла. Ребята, закачайтесь. Смотрите, повернулась. Смотрите, какой белоножковый. Видали? А ну-ка, сейчас мы его достанем. Да и стоит еще в травке. Слушай, а грибники рядом ходят. Смотрят, что это мы тут делаем. Ох ты, полезай-ка ко мне. А ну-ка, иди сюда. Не могу его достать в траве. Ох, нога там какая. Уместе с травой достаю. Вау. Смотри, какой мне достался. Вау. Во. Так. И у тебя какая классная кучка. Молодец. Молодец. А вот еще один малыш лезет, смотри, прям под ногами. Вот я еще один тут нашла. Да, такая подосиновенькая поляночка, смотри. Далеко ходить не надо. Вот они. Красавчики. В общем, внедрились мы в лесок, потому что полянку мы особо не просматривали. Гуляем по лесу. Жалко, что, конечно, получилось выбраться в лес только после обеда. Сейчас уже 3 часа дня. У нас сегодня суббота. Дождя у нас не было, в принципе, уже давно. Но по утрам уже хорошие туманы. Они-то и подпитывают наши желанные грибочки. По чуть-чуть мы уже набрали. Что-то не снимали. Берем, в принципе, все. Подосиновики, подберезовики. Дождевики нет. Паутинки, конечно же, тоже нет. Что у нас тут еще попадается. Грузди у нас берет Виктория. Осиновый на засол. В общем, третий наш заход в осинник. Третья часть нашей осиновой сказки. Мы продолжаем бомбить осинничек. В котором, в принципе, еще попадаются хорошие грибы. Надеюсь, за несколько часов, что мы сегодня здесь проведем, до того, как солнышко начнет садиться, мы что-то найдем. Достаточно необычный грибок не попался. Что это у нас? Наверняка это подосиновик. И он достаточно неплохой. Смотрите. Да, он просто шикарный. Не успел загореть. Но нога шикарная. И он достаточно чистый, я уверена. Все красноголовики очень чистые. Плюс еще один в мое ведерко. Виктория позвала меня на рыжики. Под елкой, да? Под елочкой. Какая прелесть. Ну, пойдем посмотрим на твои рыжики. Под елочкой. Ну, показывай, где я. Не вижу. Где ты их нашла? Где прям. Ах, вот они. Ах, вот они какие. Да там дорожка целая. Один, два. А где еще? А, вон там уже сорвала. Ага, класс. Три штучки, да? Да. Да, вот он наш. Рыжик. Потешные. Не червивые? Там срезала чистый, да? Чистый. Это червивенький. Вот этот нормальный. Ну, отлично. Я тебя поздравляю с первыми рыжиками на сегодня. Молодец. А у меня вот такой вот еще красавец попался. Красноголовый. Видите, какой классный. Чистенький, хороший, молоденький. Ну, все. Берем. Еще плюс один в мое ведро. И вот к нам лесовичок благосклонен. Смотрите, какая парочка малышей. Раз, два. И сюда поворачиваюсь. Здесь совершенно случайно я обнаружила вместе с другими какими-то другими грибами еще вот такой вот третий под листиками. Вот так вот. Такая вот семейка. Тоже берем. Класс. Только посмотрите, какой сказочный гриб под кустиком землянички. Ой, как же это приятно так находить. Такие красавчики. Ой, вообще красота. Вообще, вот просто вы не представляете, насколько это классно и приятно. Бомба. Слушайте звук. Они все такие чистые, классные. Вот такой вот подосиновик в светлой форме. Ну, серый можно сказать. Кто как любит называть. Но это тоже подосиновик. Не подберезовик. А именно подосиновик. Даже можно сейчас заметить по цвету его ножки, что она немножко синеет. Вот такой вот грибок. Хороший и вкусный. Вы это видите? Случайно я нашла такое яркое пятно вот в этих бревнах. Я очень хочу это достать. И вот я не знаю, с какой стороны обойти, чтобы это достать. Я знаю, что это очень классный, классный, классный подосиновик, который спрятался от всех и меня дождался. Посмотрим. Ах, тут ежевика. Ну-ка, давай, иди ко мне. Привет. Вау. Смотрите. Да, я тут, Вика. Вика меня потеряла. Вот такой вот красавец меня дождался. Какая прелесть. Великолепный. Ох, восторг. Спасибо деду Лесу за такие подарки. Каждый гриб дождется своего грибника. Вот видите? И даже нас. Почти вечером дождались грибы. Нашла вот такой вот грибок. Пока спускалась к Виктории отдать грусти. А здесь еще один растет. Его немножко поели лесные жители, но все равно. Сейчас обрежем и заберем. Тоже классный. Лесу так хорошо, тепло, по-осеннему так все уже яркое, желтое. И я вновь нахожу грибочки. Как всегда восторг. И Вика, как всегда, влезает в кадр. Вика, я тут? Потому что уже вечер и уже нельзя разбредаться сильно далеко. Тем более, девчонка. Мало ли что, да, всякое бывает. Поэтому мы стараемся держаться рядышком. Вот такая вот красота. Кладем. Ведерко я что-то сегодня маловатое взяла. Нашла, нашла. Я его нашла. Вот он. Тоже так красиво стоит в листве. В листиках. Смотрите. Пустили. Видно, и он спрятался. Малыш. Ну, пойдем со мной. Ну, это точно кандидат в баночку. Классный. Не менее прекрасные сыроежки. Суховатые. Но мы их не берем. Вот пошла я смотреть на сыроежки. И здесь тоже нашла красавчика. Вот он. Увидите его? Вот он какой красивый. Загорелый. Стоит. Такой у меня поджимает. Красивый. Свежий, свежий. Богатырь. Тоже кандидат в баночки. Пойдем со мной. Крепыш толстычок. Нашла Вике еще груздей. Ну, я их не снимаю. Я думаю, вы с ними знакомы. Осиновые грузди. Они отличаются тем, что у них розоватые пластиночки. Такие вот они всегда классные. А здесь рядышком, если бы не села рассматривать, не увидела бы вот такого малыша. Смотрите. О, вот я с ним точно для баночки насобираю. Классный. Возьмем его тоже. Приятно. Иду такая, иду, смотрю, что-то крупненькое стоит. А это вот такой вот здоровьек. Давайте его выкрутим, посмотрим. Уверена, что он чистейший. Вау. Да, большой, чистый такой. А рядом зонтик. Пестрый. Видите, он какой еще. Еще нет лохматушек у него, потому что он не раскрылся. Но по ножке можно определить, что это он. Мы его брать не будем, потому что мы берем только раскрытые экземпляры. А этот заберем грибок. Супер. А здесь в гибрях уже прям такой немножко староватый. Ну, мы тоже его возьмем. Он вроде чистый. Неплохой. Тоже возьмем мясо. Мое ведерко уже заполнилось. Нужно доставать пакетики. То ли здесь суши, то ли что, я не пойму. Это кто у нас? О, это старый подосиновик. Он уже прям составился. Повесим его вот сюда. И пусть размножается. Еще один карандашик. Ну, давай, иди к нам. Классный. Такие сочные, прям классные. И рядышком под ежевикой еще один малыш. Какой белоножка, вы смотрите. Вау. Как спичечка такой классный. Его немножко погрызли, но мы это обрежем. Ну, класс. Такие классные, мне кажется, сросшиеся. Сейчас попробуем их достать. Ребята, вылазьте. Вау. Ну, да. Правда, красивая? Вот это парочка. Ой, не налюбуюсь. Ну, красота. Ну, ребят, ну, вот это вот релакс. Я понимаю. Мечта. А вот и тот, кто спрятался от всех грибняков. Иди ко мне, моя прелесть. Какой хорошенький, толстенький. И в траве еще в ежевике. Бомба. Уже вечереет прям так заметно в лесу сразу. На глазах, знаете, солнце опускается, и все. И моментально темнеет. Поэтому мы уже взяли курс на обратную дорожку. Будем идти к машине и собирать уже то, что попадается по дороге. В обратную сторону. И вот такой попался мне прекрасный. Падосиновик. Чистый в травке. Просто красавец. Замечательный. И зонтики мы нашли. Целую поляну. Сейчас Вика накосит зонтов. Пускай ее ждут. И тут под кустиком ежевики спрятался вот такой вот белоножковый дружок. Мы его тоже собираем, конечно же. Он чистейший и классный. Ох, какой он. Смотрите, если его сейчас подраскопать, то можно удивиться, какая у него нога. Ого. Попробуем раскачать его. И выкрутить. Смотрите. Хо-хо-хо. Вот это да. Шикарен. Вот такие вот лопухи мы сегодня тоже нашли. Мы их тоже заберем. Это опята медовые. Они просто раскрылись. Но не очень упругие. Наши вечерние трофеи. Это зонты. Сейчас мы еще один найдем. Вот их много очень. Я их не беру. И сберет Вика. Здесь нам попадаются опята немножко. И вот такие вот дрожжочки-зонтики. Этот уже кто-то подломил. Мы его все равно забираем. Я нашла вот такую вот кучку из трех восхитительных опят. Молодненькие. Ну, раскрывшиеся черноголовики. Ну и ладно. Такие мы тоже возьмем. Вот такие вот уже у нас на выходе опят попадаются. Мы их тоже забираем. И еще вот такая вот семейка. Тоже мы их забираем. Уже сверчки прикочут. А мы все еще в лесу. Все. Последний грибочек и идем домой. Все. Как твои успехи? Ну, конечно. Слушай, за два часа по лесу это прям козырно. Опята. Прям все. Можно на баночку. Собрать у нас. Ну, там под низом это зонтики, а под низом там. А что там еще? Всякие разные? Да. Красные, серые. А что в пакете? Грузди? Ничего себе, сколько кило собрала? О, много. А у меня тоже для тебя в пакете здесь и грузди. Смотри, тут у меня и опята, и зонтики. Ну, давай разберемся. Ну, возьми сразу вот или ложи. Тут у меня всякие разные есть. И опятки, и что хочешь. Зонтики. Зонтик забирай, да. У меня здесь красноголовики тоже попадались. Грузки потом. Да, и вот такое у меня получилось с ведерком. Симпатичное. Симпатичное, да. Очень даже. Приятных таких грибочков. Ну что, дергаем к машине? Поехали. Ну, короче, вот все. Мы почти скоро будем уже в машине. Вик, ты довольна? Очень. Я тоже очень довольна. Лес спит, мышки спят, грибочки тоже спят. Поэтому мы прощаемся сегодня с лесом, с вами. И счастливо дергаем до дому. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok